Ну что ребят, мы этого ждали достаточно долго и наконец-то дождались. Я говорю конечно про новый клиент, который вчера вышел на боевые сервера. И теперь фпс настолько много, что можно еще и майнер подрубить и играть все равно будет комфортно. Но я напоминаю, что я играю на четвертом сервере провинции и все ссылки вы можете найти в описании. Но я предлагаю не затягивать начало ролика и давайте разбираться, что же добавили в самом крупном техническом обновлении за последнее время. Так, ну что, вот мы и на сервере, давайте будем разбираться, что вообще у нас добавили в данном обновлении. Нажимаем M, обновление и смотрим. Новая версия МТА 1.6. Получается оптимизация, фпс до 80 увеличен. Ранее было 60, если да, вдруг кто не знает. Возможность выбора места появления. Возможность перезагрузки игрового мирового меню игрока. Это получается вот такая вот темочка теперь есть. Вот здесь вот можно перезагрузить мир. Это в случае, если у вас вдруг какой-то баг, какое-то что-то произошло, текстурки начали пропадать, что-то не прогружается. Да, забилось память и так далее. Просто-напросто M, перезагрузить мир. Или там есть определенная команда. А именно команда ReStream. Вот так вот она пишется. Вот так. Вот. То же самое она делает. То же самое перезагружает мир. Вот. В случае возникновения каких-либо багов, каких-либо непрогрузов, вы теперь можете всегда просто прописать ReStream. У вас очистится оперативочка. Ну, типа что-то того. Отображение говорящих в голосовой чат. Ну, тоже то же самое, что было на ОБТ. То есть у нас вот здесь вот справа появляются, так скажем, иконки тех, кто говорит в голосовой чат. Я, правда, не знаю, как бы так вам это показать. Еще новые никнеймы. Да, то же самое, что было сделано на ОБТшке. То есть визуал. Это отображение голосового чата. Отображение никнеймов теперь новое. Сейчас подбежим вот сюда. Здесь где-то должен быть игрок. А, вон игрок. Ну, вот так теперь выглядят никнеймы, да. ХПшечка теперь отображается вот таким вот образом. То есть когда мы целимся в человечка, да, у нас появляется хпшечка над ним. То есть изначально теперь хпшечки не видно. Только если мы, как бы, на него нацелимся. Это, на самом деле, тоже довольно прикольно выглядит. Ну, чисто как визуал. Вот. Из самого такого интересного. Убрали весь рабочий транспорт и фракционный. Ну, видимо, не весь, потому что, как мы видим, фракционный транспорт все-таки здесь остался стоять, да. Но он, видимо, не так сильно нагружает систему, поэтому его решили оставить. Трамваи убрали. Ну, видно, я думаю, уже на карте, что трамваев нет вообще. Блин, я, конечно, зря бегать начал. Можно было на машине ездить, но уже как-то я затупил. То есть трамваев теперь, как вы видите, нет вообще. Они все у нас берутся вот на той вот метке устройства на работу. То есть мы просто встаем на меточку, нажимаем работать. И здесь выбираем, ну, какой-то свободный трамвай, свободный маршрут. Как-то так это работает теперь. Ну, скажем так, это довольно круто, потому что это нам дает дополнительный прирост FPS. Ну, и то, что, конечно же, стоит упомянуть просто вскользь, так скажем, ну, устно. Благодаря тому, что МТА провинция находится на версии 1.6. И благодаря тому, что полностью был переписан, я так понимаю, мод, ну, код, мод и так далее, МТА провинция. И появилась возможность поставить самую последнюю обновленную версию античита от МТА 1.6. То есть, скорее всего, читеров либо вообще не будет, либо будет гораздо меньше. Потому что, по идее, сейчас с читами стало играть сложнее. Ну, скорее всего. Точно не могу сказать, но мне кажется, что это примерно вот оно. Что еще? Новая текстурка номеров. Выглядело, конечно, честно скажу, ужасно. Вот то, что было до этого, было просто идеально. Не знаю, зачем поменять. Ну, точнее, я примерно понимаю, почему так получилось. Потому что, возможно, когда это все с нуля переписывали, вот когда переписывали, получилось вот так. То есть, хотелось бы, чтобы вернули то, что было до этого, в плане, ну, именно текстурки номера. По поводу рамки тоже сразу скажу. Эта рамка кастомная, замененная, ну, мной лично. Ну, точнее, файл, конечно, сделал не я, но я как бы заменил, да. То есть, такого, конечно, у вас не будет. У вас будет обычная черная рамка, поэтому на это не смотрите. Это не в обновлении. Это просто вот я так сделал. По поводу еще автомобилей тоже хочется сказать. Но мы это скажем так, чисто в скорость, потому что показать я этого не могу. Праворульные автомобили. Теперь это сделано адекватно. То есть, если раньше персонаж как-то непонятно садился через крышу и так далее, то теперь он садится как в обычный автомобиль. Не знаю, у меня, к сожалению, реально нет какого-нибудь праворульного автомобиля и даже нет возможности взять и показать это. Но я думаю, вы меня примерно, ну, плюс-минус поняли. То есть, теперь ты садишься в праворульный автомобиль точно так же, как в леворульный, абсолютно без каких-либо багов, там, визуально так, неприятных вещей. То есть, садишься, ну, четко как надо. Но вообще, если в целом говорить, там, конечно, много есть каких-то мелочей, знаете, каких-то технических таких вещей, которые на самом деле, ну, не сильно будут понятны мне, и вы, понятно, возможно, вам, да и которые, в принципе, не требуют, я думаю, упоминания. Главное, что нужно понимать, что, ну, насколько, опять-таки, я это понял, да, переписали провинцию, с нуля взяли, просто переписали. Это, естественно, стало основной причиной повышения, ну, FPS. Теперь, если я прописываю шоу FPS, я вижу стабильно 60 FPS у себя в Приволжске. Это в Приволжске, ребят, если это будет мирный, если это будет Невский, вы там просто будете ловить, ну, все 80 FPS спокойно. Я на самом деле просто хочу прокатиться, показать, насколько это реально круто выглядит. То есть кататься на провинции, конечно, в том плане, что тут просто, чтобы ехать, да, и не лагало, стало гораздо приятнее. Что еще хочется упомянуть, да, такой момент интересный, что, ну, это просто наблюдение для тех, кто вдруг не знал. На провинции всегда была такая тема, что чем меньше у тебя пинг и больше FPS, тем у тебя машина едет лучше, быстрее, там она лучше управляется, лучше тормозит и так далее. То есть теперь, естественно, все машины у вас станут ехать быстрее, просто за счет того, что у вас станет больше FPS. Это, ну, прям реально очень круто. Единственное, что меня расстроило, что в обновление не вошла вот эта анти-EPP-система, потому что я бы очень хотел ее видеть на провинции. Да, я видел очень много отрицательных отзывов, ну, как очень много, некоторое количество, я прям очень много-то не видел, я, на самом деле, видел всего парочку, но некоторое количество, скажем так, я видел отрицательных отзывов по этой теме, потому что, видите ли, как это так, это полный бред, наезжаешь с ним колесом, тебя сразу стопит, ну, чуваки, давайте так, при погоне, не при погоне, так или иначе, нужно понимать, что если летишь 300 и понимаешь, что у тебя есть шанс, возможно, ну, возможность, так скажем, очень высокая улететь куда-то в поля, то ты просто должен не лететь 300, 200 или 100, наверное, на месте вместо 300 можно поставить любую скорость, и просто к тому, что если вы понимаете, что у вас есть большая вероятность, что вы улетите в поля, просто потому что, ну, опасно и страшно, то просто нужно ехать медленнее, вот и все. Говорить о том, что, ну, блин, это как-то, знаете, неправильно, то, что тебя сразу стопит, да, частично, конечно, если знаете, я просто вот так вот еду, чуть-чуть задеваю обочину, там, может быть, да, это будет странно если мне сразу стопит, хотя, опять-таки, в жизни, в той ситуации, что я вот просто еду по асфальту, резко правой частью цепляю обочину, может произойти, конечно, тоже очень страшные вещи могут произойти, ну, это просто физика, ребят, тоже поймите что какие-то вещи из жизни нельзя перенести поэтому в жизни бывает хуже если в жизни ты просто бы задевал бы обочину тебя просто выступила поверьте это была бы фигня потому что в жизни бывает такое что ты задержишь обочину и тебя нахрен с дороги выкнили перевернет и просто размотает в хлам такие тоже верну в жизни происходят вещи потому что ну опять-таки в трусь просто-напросто физика вот и опять таки это анти-пп система мне кажется было бы очень не лишние потому что ну на самом деле уже надоело когда игроки просто берут вот так вот в полях это выезжают и уезжает причем что будет на легковом транспорте до слезают что на каких-либо внедорожниках потому что часто вот такое встречается ну вот какие то вот такие до срезы как я сейчас показываю вот такие срезы очень часто встречаются особенно в городе особенно у некоторых ютуберов которые снимают погони я очень часто замечаю как они через там тротуары через всякие ну скажем так газоны едут и при наличии этой а самой анти и папа системы через газон на имбу же ехать не получилось их бы стопила и в принципе и поделом им потому что ну я считаю что конечно это уже странно это уже тротуары при погоне и и папа при погоне и так далее вот поэтому лично я ничего против этой пп системы ну а типа по системы не имею опять таки по поводу и ппп транспорта которые люди тоже оружие ппп транспорт но ребят давайте будем объективны большинство вот этого и ппп транспорта на провинции это вообще не и ппп транспорт какой-нибудь x6 м или x5 м или урус ну ребят это не еппп транспорт это абсолютно городские автомобили особенно на той резине которая у них стоит стойки на тех колесах но не поедет не поедут эти машины по полю со скоростью 60 километров в час не поедут опять-таки по проселочной дороге может быть это гораздо медленнее адекватный человек поедет потому что он знает цену скажем так свои машины свои своего ремонта своих колес и своей резины вот а по полю тем более поэтому давайте будем объективны но это просто бред вот а так возвращаясь естественно к ой нифига себе размотала она конечно возвращаясь к ну тому что уже есть на проекте до тому что сегодня вышло ну уже вчера получается ну офигенно просто реально я честно говоря ждал это обновление ну что-то примерно примерно так же как я жду новую карту для меня идеальная провинция это новая карта плюс вот этот вот самый новый клиент для меня для идеально чтобы вот 50 процентов это новый клиент до 50 процентов это новая карта все для меня провинция будет идеально новый клиент уже вышел осталось даже только новую карту она в принципе уже не за горами так как писали что мол новый клиент это ну то что вы раз таки нужно для новой карты вот конечно еще ждем фиксов по поводу звука потому что есть такой момент что со звуками беда как видите очень громко пристегивается ремень включаются фары и так далее это конечно печально ну в том плане что казалось бы вроде то можно отрегулировать но это регулируется ползунком вот это мтада громкости но если я поставлю эту на громкость к 0 или там на допустим 5 я буду плохо слышать голосовой чат и это ну плохо также хотелось бы еще фиксы с номерами потому что ну номера сейчас выглядит откровенно говоря не очень что ребят вот такое обновление но я жду от вас какие-то комментарии по этому поводу лайки подписки и так далее напишите да обязательно в комментариях вообще как вам вот это вот техническое обнова потому что мне допустим очень интересно почитать кто чё тестил тоже кому нравится кто чё кому не нравится но все конечно же большое спасибо за просмотр всем удачи всем пока пока